Всем привет, с вами Мистер Эйрич, опять, по играм на печати и группа на дизайн Age of Civilization 2. Тоже вторая серия за Крым. И опять, когда мы наберем 5 лайков под этим видеороликом, я выпущу третью серию по Age of Civilization 2 за Крым. Но если мы не завершим, конечно, этот сезон, но раньше времени. Но я это видео снимаю практически сразу же после выпуска первой серии, чтобы сразу же... Но когда под первой серией будет 5 лайков, выйдет как бы вторая серия. И когда будет там 5 лайков, вы заметите, что выйдет вторая серия. Ну и если вы будете набирать это слишком быстро, примерно меньше одного дня, я буду увеличивать количество лайков, чтобы, ну, было побольше. И что я не заметила, когда воевала с Долгом, то что вот у Долга тут были территории, и я про них совсем забыла. Тут кусок военных был. Я совсем-совсем забыла про эти территории, как бы минус маленький то, что у врага как бы есть эти территории. Но как бы ничего страшного. Потому что следующая война будет это у нас с орками, так называемыми. Орки будут, у нас война с орками. И это будет, наверное, самая сложная война, в плане того, что у орков очень разные территории, они в разных местах. Я это сделала для того, чтобы, ну, как бы эту страну нельзя было развалить в начале игры, а то она очень была слабой. А сейчас она более лучше сейчас себя чувствует, потому что очень много разных территорий, где она имеет у себя. То, что это видео тоже будет, как всегда, 15 минут. У меня будут видеоролики сейчас выходить. Мы сейчас сначала разберёмся с... ...своей... ...стабильностью своей... ...что бы не стабильностью... ...это это очень плохо. Упс. Ну да. ...запись идёт на всякий случай. Проверю. И вдруг... ...не идёт. Как там дела у России? Дела у России всё плохо. Враг и у монолит. А! Надо быстрее воевать с орками. Так как... ...что... ...спорки... ...более... ...впрягаемся, что я грубо говоря, за монолит. Ну и быстро захватываем. И это будет более быстрая война. Так как... ...враг ослаб и... ...ну, будем... ...за свободы ещё. Ой, ё-моё! Ну... ...нам, походу, немного не повезло. Это вот тут. Ну, орков практически не осталось. Туда я смысла не... ...не... ...дету... ...эти. Но... ...хотя бы сейчас передислоцироваться войскам. И попросить... ...у... ...свободы... ...правопровода войск. Да и ей, конечно, дать. Чтобы она мне точно дала. Ну, конечно... ...может у нас, но... ...дала. Это хорошо. ...правопровода. ...правопровода. Вот так. И тут надо... ...когда будем воевать за... ...свободой... ...наной бит... ...ну, может, она не так... ...правят, что... Уйдёмся, 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 потому что состав нашей страны выйдет. И будет Крым. Монолит. Крымский пудр. Они что его сделали? Вассалом? Блин. Не понимаю. А, надо один ход подождать. Уставление в альянс. Давайте улучшать отношения с Монолитом, проход с поисками давать и так далее. Потому что мы с ними друзьяшки. И будем с ними очень хорошо дружить. Ну а сейчас наши дела идут с другой стороны выйдут. Это со свободой. Блин. Со свободы надо переместить. А, туда. Потому что... Да. Ну, пока вместо надо переместить войска. Ну что... Ай, со свободы у нас... Да блин. Во-первых, скачу в виде. А во-вторых, не все войска пошли. Ну, еще четыре... Ой, три провинции надо будет занять. И, в принципе, можно будет воевать. Вот, это бюджет. У вас есть. У вас есть, у нас есть. А на рынке. У вас есть. Да блин. И у вас есть. У вас есть. долгом а это отчасти плохо и хорошо ой да я прав по у4 предложить альянс все у нас есть альянс а сражения не будет хотя может в принципе если мы улучшим у нас будет альянс но мы хотим быть одни по альянсу и только один альянс пока что буду игнорировать так как я хочу сейчас немного если звукопроблемки извините это все из-за того что я немного скрываю устроенный микрофон в телефоне динамики призывайте есть война пока пока Пока. Территория, ясно, ты под контролем меня, и Монолиту повезло, что мы уступили в союз. Ну, это тоже может быть короткое сезон, но все равно 15 минут будет, но даже в следующей серии все-таки будет решающе. Ну, как бы, ну, все равно, чтобы новый сезон это будет, все равно надо 5 лайков набрать, чтобы для сезона 2. Ну, ура, мы захватили полностью. Вот это. Все. Довольно хорошо разделено между нами. Такая, я более большая страна все-таки получаюсь. А, но орки, вот с этой части орки будут мои, а тут орки будут вражеские. Кстати, блин, я вот эту территорию забыл. Сколько у нас армии? 22 тысячи. Армия довольно большая. Все, вот его место. Даем. Все. Одно место. Я помню. Я являю. Войду. Долгую. Упорка. И все. Да, когда будет 1.0. Нужно. Да, это будет 2.0. Где я потерял армию? Ну, армия 22 тысячи. Я, походу, понял, то есть вот эта часть является тоже пуском. И сейчас надо будет окружать. Вон она. Долго. Долго. Да, шину, 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 шину. И шори. Идите. Сроси мы не сможем попробовать ультиматум. Добровольно. Спасибо, что добровольно вошли в наш состав. Так же будет считать, наверное, сорками. Вот сюда на всякий случай поставлю армию сюда. Сюда? Можно попробовать? Скоро в союз будет? Войти. Урки отправить ультиматум потребует территорию. Все ваши сейчас Спасибо за понимание, охренели, сто процентов, союз попробовать. Ну всё, всё норма. Бац! Крем-монолит. Кремский монолит, ну, это хорошо, осталась такая Россия. И флаг довольно хороший. Монолит вошёл в мой состав просто на изи. У монолита реально мало войск было. И это очень было плохо. И осталась одна, ребята, страна. Это Россия. Но разбираться мы будем в третьей серии всё-таки, потому что денег просто нам не хватит. Чтобы, ну, мы не успеем несколько пробок. Ну, за время такое короткое развитие. Я решила всё-таки это сделать в третьей серии, заключительной. Вот это сделаем. Ну и, ребята, на этом будем заканчивать. С вами был Мистер Д.Х.П. Замечательная игра. Эйжур-завидайшн 2. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи! Всем пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok